Всем большой привет! В эфире студия 11, взрывной позитив и концентрированная поза прямо сейчас. Узнаем, что ждет нас в первой части программы. Публичные выступления. Как общаться с аудиторией? Вы должны понимать, что сцена – это ваша зона комфорта. Золотая формула делегирования. Правильно передаем полномочия. Сложность делегирования – это внутреннее состояние, внутреннее недоверие другому человеку в принципе. Выступление на публике для некоторых людей может стать кошмаром. Ведь так-то просто говорить и думать, когда множество людей с тебя глаз не сводит. Но не будем забывать о том, что выступать перед публикой – это такой же навык, как и, скажем, управление автомобилем. А это значит, что даже самый стеснительный человек может его освоить. О том, как общаться с публикой, подскажет специалист. Как правильно контактировать с публикой? Первый контакт – это, безусловно, контакт наших глаз. То есть мы должны смотреть всегда на нашу публику. Есть еще такой момент, что если вы уводите глаза наверх, в сторону, вбок, во-первых, вы теряете свою мысль собственную, потому что у вас обмен энергии теряется. И второе, безусловно, людям становится неинтересно то, что вы говорите. И, например, если вам необходимо вызвать человека к себе на сцену и повзаимодействовать с ним, поконтактировать. Если вам, например, необходимо вызвать участника на сцену, вы должны понимать, что сцена – это ваша зона комфорта, а ему там не очень спокойно будет. Но для того, чтобы его раскрыть, для того, чтобы его раскрепостить, создайте ему такую же зону комфорта, как и себе. Вы можете ему помочь через ваши прикосновения. Покажите ему, что он рядом, что он не один здесь, и что здесь абсолютно спокойно. Я вам расскажу о зонах, которые дают нам ощущение безопасности. Это зона от плеча до локтя и от локтя до запястья. Но это задняя поверхность. То есть вы можете подойти к нему рядышком сбоку и просто прикоснуться к его руке, сказать «Все хорошо, расскажите, поделитесь, например, какими-то инсайтами, моментами». И тогда человек будет понимать, что он не один, что он на сцене стоит рядом с человеком, которому так же комфортно, как и ему в какой-то степени. Если вы будете применять эти простые техники, то будет спокойно и комфортно не только вам, но и участникам вашего мероприятия. В детстве я всегда мечтала учиться в Хогбарсе, учебном заведении из вселенной всеми известного волшебника. Меня привлекал этот огромный замок, свечи, а какой там был пир. Я тоже всегда хотела, чтобы моя школа была похожа на сказочный дворец. Кстати, в Екатеринбурге один миллионер, по всей видимости, осуществил свою детскую мечту. Он превратил старую школу в яркий замок, позолоченные стены, мраморные полы и даже фонтан. Продолжение следует... В студии 11 мы рассказываем о некоммерческих организациях нашей республики. И сегодня в центре нашего внимания Сыктывкарская организация Всероссийского общества инвалидов. Маргарита Михайловна, расскажите нам немножко о деятельности Коми-Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Коми-Республиканская организация Всероссийского общества инвалидов создана 31 год назад. То есть мы ещё не очень возрастные по сравнению с нашими всероссийскими организациями, которые работают на территории КОМИ. Что я могу сказать? Мы для себя определили миссию. Пять лет назад мы чётко собрались, это был актив организации, и очень хотели понять, для чего мы. И у нас вышло, что наша миссия, самое главное, это улучшить качество жизни людей с инвалидностью на территории Республики КОМИ. Мы очень много работаем над тем, чтобы помочь людям с инвалидностью понять себя, обрести своё «я» и вообще кто ты, зачем ты. Но если говорить именно о проектах, потому что людям, которые оказались в такой непростой ситуации, очень важно войти в то русло жизни, в активное. А если мы говорить сегодня будем с вами об успешных проектах, то я сразу скажу, что у нас проекты, они нацелены на несколько задач. Одна из них, самое главное, это изменить отношение общества к людям с инвалидностью и в первую очередь к детям. Это проблема, которая сегодня существует. Раньше это назывались уроки доброты, сейчас переименованы, они сделаны как занятия по пониманию инвалидности «Разные и равные», где мы проводим по 3-5 уроков в одном классе, показывая, рассказывая в интерактивной форме детям, кто такие инвалиды, что такое инвалидность. И у детей мышление меняется просто, очень быстро. Мы каждый год проводим кинопоказы фильмов об инвалидах и об инвалидности. И когда эти классы приходят туда, и когда ты начинаешь с ними говорить, и если, например, раньше ты говорил, ребята, вы знаете, кто такие инвалиды? И они говорили там, это больные, это попрошайки, это всё время что-то им нужно. То сегодня самое такое – это люди с ограниченными возможностями здоровья. А вообще мне очень нравится, когда они говорят, это мой друг, это моя бабушка. То есть они уже не говорят, что это какой там человек не такой, а конкретно, что у них это есть. Ну, я думаю, что проектов много, и хочется рассказать о всех, вот самое, допустим, ваше любимое, о которых хочется рассказать. Да, я, наверное, расскажу о любимом проекте, который сама и создала, придумала, вернее, создала-то с командой. Это конкурс бардовской песни среди людей с инвалидностью, который стал российским. Вот. И второй проект, который мне очень нравится, я считаю, что он очень значимый, он опять касается школ. Мы сегодня проводим мастер-классы для учителей физкультуры и показываем их, как можно включить ребёнка с различной инвалидностью, невидящего, неслышащего или на коляске в занятия физкультурой со всеми детьми в обычной школе. Это тоже мой любимый проект. У нас были грантовые проекты, и мы несколько школ республики обеспечили специнвентарём, поэтому там работа идёт вовсю. И сейчас мы выезжаем, кстати, посетим пять районов республики, где проведём вот то, что я вам сегодня говорила, и уроки, и проведём семинары очень много. Мы рассказываем про инклюзию, мы рассказываем про понимание инвалидности, мастер-классы проведём, поэтому работаем. Ну и не могу не задать вопрос. Как человек, допустим, который оказался в такой непростой ситуации, резко, и он о вас не знает, как он может к вам попасть? Ну я думаю, что если набрать инвалиды республики, то я думаю, что выскочим сразу. Конечно, если у человека нет возможности, там, интернета нет, у компьютера нет, то здесь, ну, каким-то образом просто надо узнать по адресу наших отделений, это уже там отделений в городах и районах. А вообще, всем предлагаю, если есть такая возможность, позвонить по телефону 51 60 32 51 37 95, это город Сыктывкар, и мы обязательно прямо вот расскажем, куда подойти, и адрес, и всё назовём, где располагаются наши организации в городах и районах. Встретились два руководителя. Оба на этой должности уже пять лет. Один бодрый, полон идей, а другой хмурый и унылый. Первый спрашивает, ты что, ни разу в отпуске не бывала? Я уже объехал всю страну. Ты разве не знаешь, как правильно распределять работу между подчинёнными? Да уж, интересно, какой руководитель дольше продержится. А теперь узнаем всё-таки, как правильно делегировать полномочия. Настоящая проблема в делегировании. На самом деле, мы не умеем делегировать не потому, что не умеем, или ещё там, или нет людей, кому можно доверить. Чаще всего, сложность делегирования — это внутреннее состояние, внутреннее недоверие другому человеку в принципе, да, и сопротивление. И нужно понять, что никто действительно лучше вас не выполнит то или иное задание. Но вы поймите, что если вы не начнёте делегировать, то вы не начнёте высвобождать своё время в жизни. И для того, чтобы проще начать и внедрять делегирование в свою жизнь, нужно понять один факт, что первый раз человек очень редко сможет сделать работу так же качественно, так же, как и вы. И это нужно просто принять, что так будет. Но в дальнейшем, дав ему обратную связь хорошую, понять, что он сделал хорошо, а что плохо, вы сможете его улучшить. Тем самым, из раза в раз он будет делать эту работу всё качественнее и качественнее. И в итоге эта работа действительно совсем отойдёт в другие руки, и тем самым вы освободите время в своей жизни. Поэтому не бойтесь делегировать — это самый качественный инструмент в освобождении времени в своей жизни. Это то, как вы действительно сможете успевать важное, а не делать просто какую-то рутинную работу только потому, что вам страшно. Делегируйте — у вас всё получится. Действуйте. В Чувашии есть необычный садик. И нет, он не для детей, а для пожилых людей. Предлагаю узнать, как и чем живут его воспитанники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Целый день здесь общаемся. Рукотели, гимнастика, прогулки. Ещё возят на экскурсии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как быстро прошли минуты. Действительно, когда время проводишь с пользой, оно летит незаметно. Вот что ждёт нас в следующей части программы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неорганизованные дети. Причины и решения проблемы. Когда родители его не организовывают. Когда они ожидают, что ребёнок сам попросит. Например, мама, запиши меня туда, папа, отведи меня туда. И часто не дожидаются этой активности ребёнка. Социальные сети. Как писать посты. Кто-то любит смотреть видео, а кто-то просто смотрит фото. Поэтому точно вы не узнаете, пока не начнёте тестировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Минздрав напоминает. Сезон простудных заболеваний начинает свой разбег. И никто не застрахован от того, чтобы подхватить вирус. Но привиться ещё не поздно. Вакцина не панацея, но возможность избежать или перенести заболевание в лёгкой форме. Иначе могут возникнуть осложнения, такие как пневмония, например. О том, как защитить себя от этой опасной болезни, мы сейчас узнаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие зрители, эпидемическими исследованиями показано, что заболеваемость с пневмониями внебонечными, она имеет сезонный характер. Её начало подъёма охарактеризуется с октября по декабрь. И максимальная цифра заболеваемости в внебонечном пневмонии с января по апрель. Далее идёт спад заболеваемости. Поэтому понятно, что все методы профилактики заболеваний, которые направлены на снижение острых респираторных вирусных инфекций, будут и профилактировать заболеваемость внебонечными пневмониями. Что же это? Это, казалось бы, достаточно простые вещи. Во-первых, это гигиена, частая мытьё рук. Несмотря на то, что это болезни и заболевания, инфекции дыхательной системы, исследования показывают, что именно частая мытьё рук является хорошим профилактическим мероприятием. Второе. Если вы посещаете большие коллективы, скопления людей, вот в преддверии новогодних праздников это будут и массовые мероприятия, то, конечно, необходимо использование одноразовых медицинских масок. В-третьих. Если вы или ваш ребёнок заболели, то необходимо сделать две вещи. Первое. Обратиться за медицинской помощью. И второе. Остаться для лечения в мабулаторных условиях. То есть не посещать детские сады, школы и работы, чтобы не служить источником распространения инфекции. И в-третьих. Очень существенный момент. Это вакцинация. Поскольку известно, что этиология внебонечных вниманий связана либо с вирусной инфекцией, либо с бактериальной инфекцией, на сегодня разработаны и применяются у нас в Российской Федерации, в Республике Коми, следующие вакцины. Во-первых, это вакцинация от гриппа. Во-вторых, это вакцинация от пневмококковой и гемофильной инфекции. Все эти меры, соблюдение этих мер, вакцинация, гигиенические меры, хорошее закаливание и своевременное обращение за медицинской помощью позволят снизить число обращений и предотвратить неблагоприятные исходы. Настя, а у тебя есть водительское удостоверение? Да, есть. Еду на своей ласточке. А ты никогда не задумывалась о том, чтобы ее поменять? Ой, нет. Это же столько хлопот. Нужно менять страховку. Нет, нет, не хочу. А вот и зря, потому что я знаю место, где можно приобрести качественный автомобиль и при этом хорошенько сэкономить. Где это? Сейчас все расскажу. Ладо. Марка автомобилей с историей. Началось все в 70-х, и вот уже почти 50 лет отечественный производитель радует автолюбителей качественным транспортом. Если углубиться в историю, мы узнаем, что сначала железные кони выпускались под названием «Жигули», а первым автомобилем был уже ставший культовым ВАЗ-2101. Но вернемся в настоящее. Сегодня «Лада» — это современный дизайн, самые разнообразные модели, доступность в обслуживании, да и соотношение цена-качество на уровне. Казалось бы, чем еще можно порадовать покупателя? Для начала ответьте на вопрос. Что приятнее, дарить подарки или же их получать? В автомобильном салоне «Инкомавто» точно знают ответ. Дарить? Хоть до Нового года еще полтора месяца, не сомневайтесь. С пустыми руками вы точно не уйдете. Сейчас до конца года в нашем дилерском центре действует ряд акций. То есть это первая осенняя акция. На весь модельный ряд «Лада» дарим подарки. Зимняя резина, либо сигнализация с автозапуском. Прагматичный автолюбитель сразу понял — экономия налицо. Комплект новенькой зимней резины стоит недешево, да и сигнализация с установкой бьет по карману. А при покупке автомобиля в дилерском центре «Инкомавто» все это вам подарят. Так что, если вы уже давно думали над возможностью обновить или прикупить автомобиль, точно не стоит откладывать. Осенняя акция продлится до последнего дня ноября. Но и это еще не все. Также действует федеральная акция «Жаркие дни». При покупке от 100 рублей можно зарегистрировать чек и принять участие в розыгрыше. Сертификатов на дополнительное оборудование от 1000 до 4000. И разыгрываются три автомобиля «Лада Икс Рей Кросс». Ноябрь в дилерском автоцентре будет по-настоящему жарким. Не упустите возможность стать счастливым обладателем одного из трех «Лада Икс Рей Кросс» с автоматической трансмиссией. А также вас ждут более 9000 других призов. С подробностями проведения акции вы сможете ознакомиться в «Инкомавто» с «Иктывкар» Сысельское шоссе 39. Интересно? Еще бы! Кстати, при покупке автомобиля вам заправляют полный бак — это приятный бонус. Теперь приобрести нового железного коня уж точно ничего не помешает. Разве что расстояние. Хотя и оно здесь не помеха. Всем иногородним клиентам оплачивается дорога до Сыктывкара, где расположен дилерский центр, и гостиница. Так что, друзья, если автомобиль, то и «Инкомавто». Не выполнил уроки, забыл сменку и дневник. Вещи везде разбросаны. Зачастую дети бывают очень неорганизованными. Как с этим справиться, узнал наш коллега Андрей Кабишев. Причина неорганизованности ребенка. Ну, их можно структурировать, причины организованности или неорганизованности. Первое — это когда родители, может быть, слишком либерально относятся к свободному времени ребенка. Ну, то есть, проще говоря, когда родители его не организовывают. Когда они ожидают, что ребенок сам попросит. Например, «Мама, запиши меня туда», «Папа, отведи меня туда». И часто не дожидаются этой активности ребенка. А потом ребенок привыкает распоряжаться собственным временем, распоряжаться так, как он хочет. Потому что организация всегда требует какой-то работы, ответственности. Это детям иногда бывает не очень интересно. И процесс становится запущенным. Ребенка очень сложно куда-то записать, очень сложно куда-то направить. Он сбегает от секции, возвращается домой и так далее. То есть, первая причина, когда немножко затягивает процесс погружения ребенка в различные творческие кружки или в различные направления. И вторая причина неорганизованности, когда организуют, скажем так, насильно. Все-таки, когда ребенок развивается так разнопланово, все-таки нужно обращать внимание на его способности. Вот когда, например, у мальчика очень ярко выраженные творческие способности, он поет, рисует и вообще все время дома ходит, напевает, например. А его записывают, например, на борьбу или на какие-нибудь спортивные, такие очень интенсивные тренировки. Противоречиво. Противоречиво, да. Получается, что идут не от способности ребенка, не от его какого-то таланта или интереса, а идут из своих каких-то предпочтений. И вот, как правило, две эти истории, да, или упущение времени, или насильная организация ребенка теми занятиями, которые ему неинтересны, где он не силен, да, приводит к тому, что ребенок так или иначе, рано или поздно, вообще уходит со всех дополнительных там занятий, уходит с какой-то организации режимной такой своего дня и начинает проводить время так, как ему хочется гулять. Как это предотвратить? Вот избежать этого родителям? Ну, следовательно, у нас будет две рекомендации, то есть организовывать ребенка и развивать его нужно, конечно, еще в дошкольном возрасте и при этом обращать внимание на его способности. Возрастные, наверное, особенности. И на возрастные особенности, и на способности, да, то есть к чему ребенок склонен, что ему нравится, потому что в любом виде деятельности у ребенка должен быть интерес и успех. Это понятно, что если у него не будет получаться или если ему будет неинтересно, то там через месяц, через два, через три он перестанет, да, заниматься тем, к чему, например, хотят склонить его родители. И есть еще ошибки в том, когда детей организуют чрезмерно, да, то есть все-таки считается, что у ребенка до достижения 12 лет 3-4 часа свободного времени в день должно быть, да, то есть его какая-то дополнительная жизнь внешкольная, мы еще учитываем, что большую часть времени он будет проводить в школе, в учебном пространстве, да, чтобы у него было свободное время. Вот когда детей переорганизовывают, скажем так, да, когда насыщают неделю всеми возможными занятиями, и ребенок приходит и рассказывает, что у него в понедельник там две секции, во вторник три и так далее, то возникают эффекты истощения нервно-психического, и ребенок, даже если он ходит на какие-то занятия, или не развивается там, или не получает удовольствия, ну или вообще уходит в остыню, в такую вечную усталость, он не отдыхает. Виктория, какие основные правила, вот может быть даже критерии, по которым вот родителям можно хорошо оценить своего ребенка, организовать, чтобы вот все лишнее ушло от него? Первое, смотреть на ребенка, смотреть на его интерес, ну как минимум понаблюдать, в чем его способность. Второе, это, конечно, прислушиваться к его мнению, но после того, как пройдет адаптационный период. Понятно, что дети в первое время, например, сходят один раз на какое-то занятие и не очень хотят продолжать туда ходить. Нужно выдерживать адаптационный период, где-то месяц, может быть полтора. И если и по прошествии этого времени ребенку неинтересно, он не хочет, конечно, нужно менять секцию. То есть в норме нужно помнить, что ребенок, скажем так, меняет около 12-13 занятий, прежде чем находит свое то занятие, которое ему интересно. Понятно, что с первого раза можно не попасть в ту деятельность, которая будет интересна ребенку. Ну и следить за его состоянием. То есть если ему нравится, если он отдыхает, если он приходит полный сил после еще и дополнительных организованных каких-то там мероприятий, то значит все в порядке, ребенок выдерживает. Если он приходит и засыпает и спит там 12-13 часов, ну значит его нервная система уже не выдерживает. Значит есть истощение. Есть такие родители, которые вот говорят, надо, английский, там с трех лет, физическая культура, спортивные кружки. Как ребенку самому понять, что хочет он ходить на этот кружок или нет? Ну вот в том-то и сложность, что дети, как правило, не могут полноценно оценить, нужно это им или не нужно, там до достижения подросткового возраста. Там лет с 11, с 12, ребенок уже может заявить о своем мнении, да, а до этого он, как правило, идет за родителями. Поэтому в первую очередь нужно смотреть на состояние ребенка. Если ему это в удовольствие, если ему интересно, если он что-то получает и приходит довольный, то есть у него есть радость от этих занятий, то это верный путь, да, если он ломается, если он плачет, если у него постоянно дискомфорт или ситуация неуспеха, да, то значит это не тот вариант. Совет родителям не переусердствовать и главное смотреть на своего ребенка. Обязательно обращать внимание на ребенка, на его состояние и на его способности. Выбирать по способностям ребенка, а не по своим каким-то, может быть, детским планам, там, когда они хотели куда-то ходить и у них не было возможности, и записывают ребенка на интересующие их в детстве, например, вещи. Есть к чему стремиться. Виктория, спасибо большое за беседу. Спасибо вам. Социальная сеть – это достаточно специфическая площадка, которая требует особого подхода в написании постов. Вот и я каждый раз задумываюсь, короткий или длинный пост написать в своем аккаунте. Предлагаю послушать мнение специалиста. Какие посты писать в соцсети? Короткие или длинные? Это самый часто задаваемый мне вопрос. И на него даже есть ответ. Я не знаю. Для вашей аудитории, для вашего аккаунта будут заходить или не заходить именно какие-то ваши тексты. Все люди разные. Кто-то любит читать большие тексты, кто-то маленькие, кто-то никогда не прочитает ни одной вашей буквы. Кто-то любит смотреть видео, а кто-то просто смотрит фото. Поэтому точно вы не узнаете, пока не начнете тестировать. Напишите длинный пост. Посмотрите, сколько отклика, кто прокомментировал, кто увидел его. Посмотрите на охваты. Напишите короткий пост. И тоже замерьте, что происходит. Универсального ответа не существует. Я, как человек, который любит буквы, конечно, вам захочется сказать, что пишите длинные тексты. Но вы меня не слушаете. Какие тексты писать, короткие или длинные, я вам не скажу. И никто вам не скажет. Собаки, кошки, птицы, рыбки живут рядом с человеком уже много лет. Этим никого не удивишь. Совсем недавно появился тренд заводить дома енотов. Хозяева даже могут на этом зарабатывать, выкладывая видео в социальные сети. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok К этому часу мы успели рассказать вам немало. Пусть именно этот день вдохновит вас на достижение любой цели. Воплощайте мечты и заряжайтесь позитивом. До встречи в Студии 11. Хорошего дня! Продолжение следует...